Всем привет! Как и обещал, я продолжаю записывать свои тесты и это вторая часть по V-Ray NEX, GPU и CPU. В ней, как я и говорил в предыдущей части, которую можно посмотреть в подсказке вверху, я буду записывать тест производительности обычного не IPR-рендера. То есть в Render Settings сделаю определенные настройки и нажму кнопку Render на всех серверах, которые есть в моем распоряжении. Первый рендер я буду делать на своей 2080 Ti без CPU, Bucket Rendering и Light Cache, так как именно его рекомендуют для Bucket. Но BroadForce тоже проверю, не волнуйтесь насчет этого. Light Cache и стандартные настройки и Limit Sample в 2000. Для теста этого будет достаточно. Продолжение следует... Теперь давайте посмотрим, как рендерит одна 1080 Ti. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А сейчас я поменяю GI на BroadForce и проверю гибридный рендер на 2080 Ti и 1080 Ti. А также 61080 Ti. Затем протестирую Progressive Render на GPU и CPU. Продолжение следует... 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 И последний тест, который я хочу записать. Это тест для тех, кто думает о переходе с CPU-рендера на GPU. Для этого теста я выберу прогрессив метод и сделаю рендер как на GPU-движке, так и на CPU. Затем покажу таблицу с количеством пассов. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...